Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Сергей Боровской, собственник компании «Анвиз». Всё правильно, Сергей? Ну, мы, на самом деле, не единственный, собственно. Ну, хорошо. Один из, но это уж мы в корпоративную структуру пока не полезем, по крайней мере, пока. Онвиз. Онвиз. Правильно? Всё верно. Компания, которая наслышана в Кирове, активно присутствует в информационном поле. При этом такая удивительная история монопроизводства, я бы сказал, да? Карнизы для штор. Или теперь уже не только? Скорее, это то, что сузило нашу компанию. На самом деле, мы начинали с видеонаблюдения. То есть, у нас был бренд изначально «Анвиз» — это бренд видеонаблюдения. «Ан» — это включённый, «Анвиз» — это «Вижн». Да. Вот. Была компания, точнее, до сих пор она есть, она называется «Под охраной». То есть, мы продавали охранную систему с текущим собственником «Анвиз», одним из. И так получилось, что вот ответвление от этой компании, мы решили под этим же брендом запустить более узкое направление. Потому что это была моя прихоть, на самом деле. Я просто фанат... Честное признание. Да, фанат вот этих всех автоматизированных систем и электрокарниза, в частности, в то время, потому что у меня появился тогда электрокарниз. То есть, первое, что у меня изумного появилось в квартире. Сколько лет назад? Это было, наверное, в 2015 или 2016 году. Уже получается почти 10 лет. Тогда это вообще в новинку было. Тогда это было в новинку, и там, сразу скажу, качество было отвратительно. Вот еще, цены. Я просыпался под шум электрокарниза, а не от легкого света. На самом деле, вот эти недостатки не мотивировали посмотреть за этой нишей, смотреть, как она развивается. И в какой-то момент, когда качество уже достигло какого-то хорошего, по моим меркам, уровня, я просто уже сказал, давайте, ребята, пора нам. Пора. Мы взяли еще одного собственника на тот момент, ну, как помощника в то время. На тот момент у нас было трое всего лишь. И вот мы начинали буквально в 2018 году. Слушайте, интересная история. Обычно компании из одного продукта в несколько растут, а у вас немножко другая. То есть, компания по охранным системам продолжает работать. Вы ей занимаетесь или она уже своей жизнью живет? Она своей жизнью живет. То есть, у нас уже, мы практически вышли оттуда из аппаратонки, но как-то поддерживаем, но уже не развиваем только компанию по карнизам. Понятно. А электрокарнизы, вот такая монониша, да, кажущаяся, ну, там, достаточно ограниченной. Понятно, что, ну, как это сказать, самому понравилось, решил попробовать вот тогда упрощенно. А что дальше в итоге? Как увидели нишу-то эту? Ну, она ведь действительно, вот если посмотреть, очень небольшая. Это такой, все равно, премиум. Как взять и целиком туда выйти? Я не могу сказать точно, как это все начиналось. На самом деле, наверное, это шло где-то изнутри, вот на первом этапе. Но сейчас уже точные цифры говорят, что ниша растет каждый год. И, соответственно, вот как вы говорите, что не очевидно, на самом деле, то, что она имеет какой-то вес на рынке. Но и не очевидно, и для конкурентов. Конкуренция до сих пор небольшая. Нет таких же монокомпаний? Именно брендовых, именно брендов по производству нет. То есть, пока мы единственные... Есть поставщики, так скажем. Поставщики и... А, ну, интеграторы, наверное, да? Есть поставщики разных брендов и есть поставщики не только электрокарнизов, но и все. То есть, они распыляются по всей продукции, а мы более сужены. Мы идем только... Не идем в ручные карнизы. Нас ручные карнизы не интересуют, но мы идем только в электрику. Понятно. Вы сами себя как позиционируете? Это производственная компания? Что вы производите? Да, это вопрос, на самом деле, сейчас он актуален. На самом деле, мы... Как раз тот этап развития, когда нужно переходить уже, вот, создавать свое полностью. Вот, и как раз на этом этапе мы сейчас находимся. Наше инженерное дело появляется. Да, если мы до этого мы сами что-то придумывали, да, там, на уровне собственников даже, то есть, что-то придумываем и отдаем в работу. На самом деле, сейчас хотим построить вот как раз инженерное дело, которое будет этим заниматься. Вот, наша задача, конечно же, это какую-то стратегию. Показать, куда идти. Ну, я спрошу, да, вот такой вопрос все равно, я ведь важный с точки зрения понимания. Что производите? То есть, вы закупаете готовые в Китае, там, создаете маркетинг и продаете? Или вы закупаете комплектующие, собираете здесь и продаете? Или вы разрабатываете, заказываете, там, да, или есть частичная своя производство? То есть, все-таки... Сейчас вы сейчас все перечислили, вот этим мы занимаемся всем, на самом деле, потому что, вот, то, что можно с экономической точки зрения, если все обосновать, то, что можно заказать в Китае, мы, естественно, заказываем там, потому что это дешевле. Да, чтобы быть конкурентоспособным, мы можем заказать в Китае, и по нашим, там, чертежам, то есть, делать все моментально быстро. Но при этом разработки-то ваши? Разработки какие-то наши, естественно, потому что без текущего, ну, на текущий момент, без собственных разработок тяжело. Потому что у китайцев даже недостаточно, вот мы буквально ездили на выставку, неделю назад вернулись в выставки, и китайцы, они любят перепродавать тоже то, что кто-то сделал, и тяжело найти вот что-то новое. И вот, и мы подумали, что вот самое время начинать развитие тех отделов, которые будут разрабатывать новые продукты, и будем патентовать их, и, ну, вот это вот, вся интересная работа начинается, посмотрим, что будет дальше. Ну, то есть, к своему производству придете постепенно? В каком объеме? Оно есть на каком-то уровне уже, то есть, мы патентуем там уже какие-то свои изобретения, то есть, мы уже изготавливаем. Инженеринг. Да, то есть, есть, на самом деле, мы идем всегда от запроса, есть запрос у рынка, то есть, у нас есть связь с отделом продаж, который говорит, нам нужно сделать вот это изделие срочно. Мы начинаем спускать на тех отдел, тех отдел, на самом деле, я скажу, что пока он состоит из меня, из инженера и из двух помощников, то есть, вот, пока на таком уровне. Вот, и, ну, мы пытаемся что-то придумать, сделать, и вот рождается какое-то новое изделие, и после этого мы уже его можем в массовое производство запускать, то есть, уже отдавать менеджерам, чтобы они его могли продавать. Вот. Пока, конечно, таких изделий немного, но вот что-то, какой-то начало положено уже. Можем по числовым, по количественным показателям поговорить? Что из себя представляет эта ниша, там, как вы ее оцениваете, какой, какая доля ваша, все равно на рынке как-то ориентируетесь? Можем мы эти цифры называть? Ну, на самом деле, Яндекс, это единственная сейчас платформа, на которой мы, собственно, ну, которую, собственно, в России можно использовать для рекламы. И у нас с Яндексом очень хорошие отношения, на самом деле, они часто к нам приезжают в гости, да, они приезжают нам в гости с своими какими-то новинками, то есть, они презентуют что-то у них, там, новые продукты, давайте порекламируемся так. В общем, у нас с ними хорошее общение, и, ну, они сами признаются, что вы наш самый большой клиент по России, то есть, в нише электрокарнизов. Соответственно, нам это листит, и они раскрывают какие-то данные, понятно, что название компании не раскрывают, но он показывает, что мы на первом месте, и график идет прям в нашу сторону, и эффективность у нас в разы выше, чем у других компаний. Это прям вот, пока, меня вот очень радует эта информация, на самом деле. Вот, будем держать руку на курсе. Сергей, смотрите, я ведь не зря спросил, можем про цифры поговорить? Да, кстати, цифры. Растет, растет, понятно, там, из одного-два, и уже в два раза рост. Вообще, ну, вот, ниша все-таки, рынок, там, электрокарнизов в России, в штуках, не знаю. Это очень такой момент, мне кажется, не совсем правильно обсуждать, сколько там электрокарнизов, потому что я бы обсуждал количество окон, например. Ну, давайте, количество окон, да. Окон, на самом деле, очень много. Ну, я тоже думаю, что можно посчитать количество, ну, хорошо. А вот по вашей такой экспертной оценке, одно окно из десяти или одно окно из пятидесяти оборудуется электрокарнизом. Тоже сложный момент. Есть люди, которые даже не знают, что существует электрокарниз. До сих пор? До сих пор. Вот слово карниз, не знаю, к моему сожалению, это имеет много значений. И когда ты говоришь, я занимаюсь электрокарнизами, меня говорят, что это такое. То есть сразу же, ну, тут сразу приходится добавлять для штор. Поэтому вот электрокарниз для штор как бы сразу раскрывает продукт. И многие, кстати, не знают. И когда узнают, даже из моего окружения, моих знакомых, они говорят, я хочу себе такие. То есть тут это говорит о том, что у нас еще есть поле такое непаханное, где нужно просвещать людей, на самом деле. Ну, понятно. Цифры не назовете, но... Про количество я могу сказать, сколько мы продали карнизов за прошлый год. У меня такая цифра есть. Слушайте, я попытался зайти с большой цифры, как бы общей, не вашей, но готовы назвать с вашей. Да, там, на самом деле, было у нас 20... Мы, компания открыта, на самом деле, мы всегда рассказываем, показываем, даже кто приходит в офис, мы всегда показываем, как мы развивались и... Сколько штук? 23 тысячи было в прошлом году. 23 тысячи, это 23 тысячи окон или по две штуки на окно? Это именно карниз, но обычно по одному карнизу на окно, то есть, можно сказать, 23 тысячи окон. Это... Хорошо, а география? Ну, вряд ли это в Кировской области. Ну, в Кирове, конечно, мы пытаемся рекламироваться, да, и проще развиваться, да, но нет. Кирове пока не на таком уровне. Ну, это по России, Россия, в основном, 30-40% это Москва. Москва. Да, это наша любимая. Вот, и остальное, это, естественно... А, ну, следующее, это Краснодарский край, а остальное, это вот остальная вся Россия и СНГ. СНГ тоже пока... Ну, можете хотя бы примерно оценить все-таки свою нишу на этом рынке? То есть, вы, там, ну, лидер по рекламе в Яндексе, да, ну, мы понимаем, что это такая опосредованная оценка. Вы лидер рынка, да, там, вы, там, крепкая компания или, там, есть монстр рынка. То есть, ну, вот, как вы себя на рынке чувствуете? Ну, я бы оценивал по нескольким факторам, да. Поскольку таких прям компаний, которые похожи на нас в России, ну, их нет. Как вот, чтобы бренд продавал только карнизы, электрокарнизы. Тяжело оценивать, на самом деле, как бы, занимаемое твое место, да. На самом деле, ну, сколько нам показывает Яндекс в запросах, мы на первом месте. То есть, по количеству запросов мы уже ведем такую статистику и постоянно ее контролируем. Вот, ну, сложно оценить, на самом деле. Тут вот... Ну, ладно, хорошо. А что из себя компания сейчас представляет? Техотдел, вы инженер-два помощника, а сама-то компания, что, сколько, где? Ну, у нас уже около 80 человек. Ну, там, примерно половина на производстве, там, сервис, склад, в общем. Остальная половина – это, вот, там, продажники, кул-центр у нас есть. Продажников, на самом деле, сейчас дефицит, поэтому мы сейчас поискиваем. А кого не дефицит, расскажите. На самом деле, да, у нас порядка пяти вакансий сейчас открыто, то есть мы всегда ищем всех. 80 человек в Кирове? В Кирове, да, есть на аутсорсе люди, да, но их немного, но в основном все в Кирове, в офисе, да. Чувствуете себя кировской компанией? Мы корнями приросли в Кирове, останемся в Кирове и никуда не собираемся, на самом деле. Как воспринимается это при продаже, да, там, при маркетинге, при... То есть мы такие тут из Кирова, значит, придумываем электрокарнизы и только их и продаем. Как вас воспринимают? Всерьез, не всерьез? Ну, честно, ну, я думаю, что к региональным компаниям у нас относятся с уважением. Я думаю, что по качеству, да, по сервису, все равно кадры в регионах, они не такие дорогие, да, то есть как в Москве, соответственно, мы не можем, ну, не закладываем ту стоимость, которую закладывают в Москве на производители. Поэтому я думаю, что нас любят. На самом деле по выставкам можно понять, да, как к нам относятся. На выставке у нас всегда, то есть много народу, вот в первую выставку я понял, что выставки это, на самом деле, многими недооцененный инструмент. У нас в первую выставку у нас был самый ужасный стенд, наверное. Я так, у меня даже за него стыдно, до сих пор я не хочу смотреть эти фотографии, но там стояли очереди. То есть это была первая выставка, такой тест для нас. Мы туда денег много не вкладывали, но очереди, которые стояли, чтобы посмотреть наше изделие, они говорили о том, что надо в это вкладываться. И мы на следующую выставку приехали с огромным стендом, и там просто все в пароль. Я согласен с вами по поводу выставок, для меня это профессиональная сфера деятельности. И я помню хорошо, как в начале 20-21 века там все говорили, что интернет убьет выставки, значит, все уйдет в виртуальную реальность. Я тогда на это смотрел, и сейчас вижу, как все равно личные контакты, возможность лично пообщаться, посмотреть, познакомиться. И самое главное, продукты посмотреть, как бы не виртуально, она остается важной для человека и приоритетно важной, наверное. Потому что можно предварительно что-то посмотреть, сориентироваться в рынке, но потом ты отмечаешь себе те компании и продукты, которые интересны, и едешь их смотреть на выставку. У нас на самом деле ниша такая, ну, те, кто у нас покупает, она довольно такая, как-то назвать их, не динозавры, но там люди еще сидят из 90-х, можно сказать, да, они любят ездить, они так привыкли. — Слушайте, а у вас, простите, перебью, Сергей, а кто потребитель основной? Это, ну, конечный пользователь или это, там, установочные какие-то компании, строительные компании, не знаю, отделочники? — Ну, вот если говорить про выставки, да, кого мы привлекаем на выставку, это, естественно, B2B-сегмент, B2B, там, в основном, у нас салоны штор, то есть 20-30% нам приносят салоны штор, соответственно, по понятным причинам, потому что они делают до продажи. А следующие, там, дизайнеры, да, кто тоже предлагает своим клиентам, да, и там установщики строительной организации, да, то есть, ну, в основном мы ориентируемся на салонную штору. — Ну, а конечный потребитель входит в вашу аудиторию, то есть, ну, физлиц, те, кто, собственно говоря, пользователь? — Да, конечно, в конечном потребителе мы, собственно, для них работаем, и для них выстраиваем весь маркетинг, все, то есть, конечный потребитель — это… — Я понимаю, но прямые продажи у вас есть? — Есть? — Это салоны, ну, свои, или это, там, интернет? — Это только интернет, ну, в Кирове, понятно, у нас есть шоу-рум, можно прийти посмотреть, и в Кирове мы привлекаем, там, с помощью журнала, публикации в журналах и прочее, то есть, у нас есть тут свои инструменты. А так все интернет, то есть, у нас все заявки приходят со всей России к нам, и у нас просто менеджеры обрабатывают. — Маркетплейсы или это? — Нет, маркетплейсы, они у нас не работают в том плане, потому что слишком комиссия большая, которая наберет, и мы просто… Этот инструмент, он у нас есть, но там цена выше, чем предлагаем мы, поэтому… Ну, это такая стратегия, выбранная нами, которая позволяет нам выдержать вот эту дилерскую сеть и сеть оптовиков. — Спрошу оценочно, в отличие от цифр, вот, там, восемнадцатый год, да? — Конец восемнадцатого. — Конец восемнадцатого, ну, достаточно времени прошло, по нынешним меркам, там, пять с лишним лет, вот, ну, честно, оправдалось то, что ожидалось? Вот тогда там начинали, то есть, какой-то был энтузиазм, был воодушевление, вот сейчас какое внутреннее ощущение? — Ну, и у меня внутреннее ощущение, сейчас все только начинается, на самом деле. — Рано делать выводы, да? — Каждый день у нас появляются новые интересные задачи, поэтому для нас это вот прям интересный путь, начало интересного пути. Мы же и отучились в Сколково на курсе по экспорту, довольно мощный курс, интересный, прям, мы очень благодарны нам центру экспорта, что нам предоставили такую возможность. Вот, и хочу сказать, что есть куда идти дальше, на самом деле, у нас, мы поняли, что у нас довольно-таки концепция бренда неплохая, можно ее развивать, еще как-то переупаковывать, придумать что-то, как бы, интересное и продавать это. — А нормально сжилось название, ну, то есть, как бы, взятое у системы наблюдения название, у системы охраны и перенесено? — На самом деле, когда я придумывал название «Онвиз», я особо как раз и закладывал такую историю, что я могу продавать что-то еще. То есть, понятно, что тут нет слова «видеонаблюдение», это уже самое важное, то есть, все спрашивают, почему «Онвиз» на самом деле, но я считаю, что, в принципе, можно и в «Подуманный дом» тоже подходит, такая вещь. Такие смыслы «Онвиз», «Онвключенный», «Вижен», «Видение». — Многозначительно. — Да, да, поэтому мы, в принципе, закладывали изначально, у меня в голове все равно зрела мысль, что мы этот бренд будем использовать не только под видеонаблюдение, только изначально. — Так и останетесь моно-компанией? — Да, это хороший вопрос, на самом деле, у нас каждый раз какие-то приходят идеи, давайте мы сделаем вот это еще, давайте «Умный дом» мы запустим, почему нет, надо продавать «Умный дом» еще. Но я, как показа практика, вот это распыление, или давайте ручные карнизы делать, нет, ручные карнизы мы не будем, распыление точно не нужно, это как бы шаг назад, я считаю. Я всегда себе так вот, вроде хочется что-то новое запустить, новый проект, но себя за руку дергаю, Сережа, не надо, пожалуйста, давай подумай, не распыляйся. Не распыляться на самом деле важно, потому что при распылении появляются проблемы, не хватает средств, не хватает чего-то, рук, еще что-то, то есть мы решили бить в качество. — Хорошо, тогда вот пробить качество. В чем стратегия развития? Увлечение количества, ассортимент, как для себя ее видеть? Ну, это же постоянное движение, движение вперед. Вот в чем оно для вас в этом направлении? — Ну, на самом деле задача, сейчас задача стоит, это создание твердого продукта, вот твердого в том плане, чтобы этот продукт было тяжело повторить, да, то есть это такая важная часть, это подкрепленная какая-то патентами, это свои разработки, да, это большие объемы, чтобы можно было себестоимость снижать, вот. И, соответственно, нам нужно развивать нашу команду, то есть мы будем вкладываться в команду наших дилеров. Я, кстати, не сказал про наших дилеров, у нас в каждом городе по России есть свой дилер. — Каждая область, да? — Да, каждый региональный центр у нас представлен в виде дилера, у которого есть все комплектующие практически, да, ну, самое основное. — Ну, сервис-сервисный. — Он не только сервисный, он может в один день изготовить карниз, вот прям заявка пришла, он может в этот день изготовить карниз, условно говоря. — Ага, слушайте, а, ну, такой банальный, наверное, вопрос совсем простой, а карниста в данном случае это прям вот все направляющие или это только двигатель, который... — Ну, вот как раз-таки вся соль вот в этой направляющей, она может быть до 6 метров, то есть вот мы... — Ну, то есть вы производите полностью вот все, на чем подвешено и движется штора, правильно? — То есть не только направляющие двигатель, но и все вот эти крючки, все полностью... — Да, крючки, все, но остается только повесить штору, по сути, это тоже самый карниз, да, только... Даже монтаж примерно похож, то есть ничего сложного. — А, ну, то есть это не только двигатель, это полностью все в сборе комплекта. — Да, да. — Понятно. Ну, то и получается, что к дилерам ты обращаешься, и они тебе, ну, собственно говоря, под заказ формируют. — Они прям, да, они могут отпилить в твой размер, какое у тебя окно, и все, собственно, ты получаешь из дилера на следующий день. Концепция такая. На самом деле мы держимся за эту концепцию, потому что это наше конкурентное преимущество, одно из конкурентов преимущества. Первый конкурент — это бесшумные коллектор-карнизы. — Это вот из той истории с пробуждением, да? — Из прошлого, да. Я не хочу больше просыпаться под этот шум. На самом деле сейчас уровень шума прям минимальный, поэтому за него уже не стыдно. — Слушайте, нам надо было как-то вначале поговорить про продукт, чтобы и эти стереотипы тоже разрушить. Вы сказали по команде, да, планы развития. Что это, количественные или это вот в инжиниринг, то, о чем вы говорили, уход больший? — Ну, вот мы в начале года расписываем стратегию на год всегда. То есть у нас есть подготовленная даже презентация для сотрудников, что мы хотим видеть, наше видение. Вот. И вот на этот год там нарисована такая структура компании, где выделен техотдел, важный очень такой красный прям, и выделены руководители всех отделов. У нас отдел продаж, чтобы понимать, у нас отдел продаж состоит уже, наверное, из четырех, получается, частей. То есть экспорт, отдел дилеров с дилерами, кто работает с оптовиками, кто работает, и кто работает с розницей. И еще, кстати, есть еще пятый, оказывается, отдел, это отдел колл-центра, который, то есть пять отделов. Это вот, на самом деле, такая нагрузка на отдел продаж большая в этом плане. И тут нужен каждый руководитель на каждый вот этот пододел. Вот. И вот цель сделать вот правильную структуру, чтобы не один руководитель над всеми был, а вот такое разделение. — Каждому свой, да? — Да, потому что мы растем, и уже появляется вот элемент хаоса. На самом деле, мы сейчас вот к концу этого года хотим это все привести в такую понятную структуру. — Ну, давайте мы продолжим с вами об этом разговор чуть позже, через несколько буквально минут. У нас сейчас перерыв на рекламу. Это программа «Разговор по делу». Авторский проект Андрея Усенко «Разговор по делу». — Возвращаемся в студию. Это программа «Разговор по делу», веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Сергей Боровской, собственник компании «Онвиз». Один из собственников, как Сергей сказал точнее. Но мы разговариваем, собственно говоря, про бизнес, не про его корпоративную структуру, не про структуру собственности, а про то, как бизнес живет, чем живет, как развивается. Уточню, вот мы с вами закончили на том, что, первую часть на том, что, оказывается, отдел продаж состоит уже не из четырех даже, а из пяти. И говорили вы про обучение экспорту. Интересная история. Сейчас эта тема популярная, и у нас она как государственная задача стоит. Есть уже в этом смысле какие-то кейсы, да? То есть получилось экспортировать-то в итоге обучение в сколько? Ну, на самом деле, мы шли в Сколково, как это, с такими, с розовыми очками, наверное. Вот. Мы хотели экспортировать в Дубай. А все хотят, все хотят в Дубай. Ну, где деньги, да? Оттуда и... Да-да-да. Ну, нас там быстренько приопустили, сказали, ребята, давайте-ка смотрите реально на вещи. Вот. У нас все обучение, оно, как бы, получается, мы строили дорожную карту выхода на экспортный, вот, рынок экспорта, да, в конкретную страну, да. То есть, естественно, мы строили Дубай, да, но оказалось, что пришли к тому, что мы сначала... Дорожная карта, она заключается из нескольких этапов. То есть, мы в итоге пришли к тому, что нам нужно сначала первый этап пройти это СНГ, да, условно взять, захватить все страны СНГ. И потом уже доработать обязательно, обязательно такая часть, доработать продукт до того твердого состояния, которое можно уже предлагать экспортному потребителю. С рубежом. Да, то есть, чтобы нельзя было нас быстро скопировать, чтобы мы могли, чтобы бренд, он был уже такой твердый, известный и чем-то выделялся. Вот, но на обучение, как это, вот, не знаю, как всегда, мне кажется, так вот притягиваются какие-то такие случаи. На обучение у нас там запрос пришел из Индонезии, и мы просто у нас, вот, мы организовали, вот, получилось организовать поставку в Индонезию, то есть сейчас они регулярные, мы потихонечку туда поставляем. Запрос, естественно, от российского релаканта, вот, пока так. А, ну, то есть продукция нашей кировской компании поставляется в Индонезию, хотя Китай у них там ближе гораздо. Сто процентов, да, они, да, им важно вот бренд упакованный, что все комплектующие, есть технологии сборки, то есть для них это важно. Какие еще планы по, ну, по захвату мира, так, что называется? Ну, вот, мы все-таки будем придерживаться дорожной карты, на самом деле, о которой мы... СНГ сейчас, да? Ну, мы идем в СНГ, вот, буквально недавно мы вышли на Туркменистан, такая довольно закрытая страна, но очень интересно, на самом деле, я даже сам хотел бы туда когда-нибудь съездить, если удастся, очень интересно. Вот, ищем также по... ну, у нас есть Казахстан, Узбекистан, Армения, то есть это все страны уже есть там дилеры, но, естественно, одного дилера на всю страну очень мало, мы ищем в остальных городах, то есть... Крупных городов много, поэтому мы хотим, чтобы в каждом крупном городе был свой дилер. Задача такая. Ну, смотрите, тут могу сказать, воспользуясь случаем, мы формируем сейчас программу поездок на осень, сброшу. У нас есть там как раз и Баку, и Турция, и Минск, поэтому сброшу, посмотрите. А про продукт все-таки, вот, возвращаясь к самому началу, когда вы обзавелись им дома, он скрипел и вас будил, что произошло с продуктом за это время, ну, с самим продуктом? Не только вашим, а вообще с технологией. Как она трансформировалась, во что превратилась? Что такое сейчас электрокарниз для штор? Ну, если говорить про конкретно электрокарниз Onvis, давайте будем так, сузим. Это бесшумный электрокарниз, который вы можете заказать и установить буквально на следующий день. Самостоятельно? Либо самостоятельно, ну, по сути, монтаж, он, как бы, простой, да, либо у нас, естественно, есть дилеры, или мы выезжаем в городе. Вот. Если говорить про продукт как совокупность разных подпродуктов, то, естественно, линейка, она растет. На самом деле, это такая важная часть. Тебя любят оптовики за то, что у тебя есть ассортимент. Вот. И чтобы мы нас любили, мы прямо вот с ассортиментом сейчас работаем. И, ну, я на себе лично проверяю всегда какие-то интересные штуки. Я сейчас вот, допустим, я установил себе блокаут шторы на окна, то есть на створки окна. Это непроницаемые. Да, я и мой сон, он увеличился, то есть он улучшился, качество сна стало просто, то есть оно постоянным. То есть если сейчас вот с 3 утра остается солнышко, я не просыпаюсь. То есть есть плюсы огромные, которые мы хотим доносить до потребителя, конечно, вот через свой личный опыт, на самом деле. Это прям вот то, о чем я готов говорить. А дальше что? Дальше в 6 утра они раскрываются? А они могут немножко расстыграться, пустить солнышко. Сейчас программируемые вот эти сценарии, да? Они есть, на самом деле, да, это не проблема. Это все довольно просто. Со смартфона у нас есть все, ну, все инструменты для этого есть. И ничего не нужно устраивать, провода тянуть. То есть это беспроводная система. Понятно. А как, что будет происходить еще? Ну, вот как, все уперлось в технологии или есть еще потенциал того, что развивать в ней? Слушайте, ну, у нас, как показывает практика, сейчас архитектор, они закладывают вот такие формы окон иногда. Поэтому у нас работа всегда найдется. Вот эти формы окон сейчас, самые популярные запросы, я хочу закрыть окна. И там высылают треугольные окна, которые под каким-то там сумасшедшим углом. И вот мы с этим работаем. На самом деле, даже интересно вот иногда работать с такими проектами. И хочется их реализовывать. Вот, чтобы были крутые кейсы, которые мы покажем нашим любимым оптовикам и нашим клиентам. Так что мы умеем. Вот вы говорите, интересно работать. Какие у вас, ну, вот сейчас внутри ощущения, какие вызовы? Да, вот с чем, с чем работаете? Какой вызов сейчас там перед вами несколько? Ну, наверное, самое главное, это, наверное, вот команду. Команду нужно нам, самый сейчас такой вот ресурс, который нам необходим, это команда. Да, кадры, нужно растить кадры. И, соответственно, с помощью кадров мы решаем вот эти все проблемы. И технический отдел будем выращивать, и менеджеров, то есть сильных. Из них уже руководители выйдут. То есть, такой важный момент, на самом деле. И так и рождается твердый продукт. Я думаю, что... Слушай, впервые слышу, честно говоря, такой термин «твердый продукт» не сталкивался хотя бы в таком направлении. Ну, вот я для меня вот... Твердый в смысле устойчивый. Твердый, твердый этот в том, что его... Там заложена какая-то технология, во-первых, да, заложена что-то, какая-то интеллектуальная собственность, да, чтобы... Ну, конечно, чтобы не сразу раскусили. Ну, что... да, чтобы не... да, не по внешнему виду не было... не сразу было понятно, как это все сделано, на самом деле. Вот. И мы складываем, да, деньги именно вот в какие-то новые станки, там, да, допустим, купили станок там по отрезу ткани, покупаем сейчас станок по склеиванию ткани. То есть, тоже интересные разные штуки есть. То есть, вот в этом во всем заключается твердый продукт, на самом деле. Классно. Подходит уже к концу программы. Я последний, наверное, год-полтора задаю все время вопрос. Мы уже начали с вами его обсуждать. Как вам Киров? Вот, какие вы же человек, ну, успешный, достаточный, самодостаточный, в том смысле, что, ну, в общем, можете позволить себе выбирать место, где жить, исходя из каких-то внутренних своих приоритетов. Как вам Киров? Я, во-первых, я сам из деревни, из Киров, в Кировской области. Вот, и Киров, я считаю, свои, вот, я никуда отсюда не уеду точно, потому что я считаю, что из Кирова можно делать, как бы, ну, мы показываем уже, делать такие дела, то есть, и можно создать какую-то дилерскую сеть, да, которая будет тебя замещать в любом городе. То есть, по сути, наша компания живет вот в каждом городе с помощью нашей дилерской сети. То есть, мое, как бы, там, присутствие в Москве или где-то, оно, по сути, ничего не изменит. Вот, и я люблю город, на самом деле, и в последнее время особенно смотрю, слежу, как он преображается, прям, ну, у меня глаз радуется, на самом деле. Я как эстет, мы часто путешествуем, смотрим, как за границей, вот, были в Италии, да, то есть, архитектура. Спасибо вам, спасибо за разговор, спасибо за продукт, который делаете, за то, как относитесь к нему. Очень рад, что удалось нашим слушателям, ну, немножко больше рассказать о том, что такое ваша компания, что такое ваш продукт, и кто такой вы сами. Ну, я надеюсь, что еще большее количество людей узнает, что такое электрокарнизм, да что. Обязательно слушайте и узнавайте. Это была программа «Разговор по делу», вел ее я, Андрей Усянко, у меня в гостях был Сергей Боровской, компания «Онвиз». Спасибо. Разговор по делу Разговор по делу